У нас в студии Юлия Собудинская, художник, модель, но сегодня не об этом, сегодня о том, что визажист. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. Говорим сегодня, как и ранее, обговорили уже о макияже, потому что он действительно всесилен и может из 15-летней девушки сделать 40-летнюю женщину вамп, да, или наоборот. Давайте начнем с вопроса в лоб. Вот сколько процентов или какая часть хабаровчанок действительно, на ваш взгляд, умеет правильно наносить макияж? На самом деле, в процентах я не соизмеряла, но благодаря бьюти-блогерам в Инстаграме, которые активно продвигают все эти техники и визаж, девушки стали ходить на курсы и заниматься таким самообразованием для того, чтобы себя уметь сделать более красивой. С каждым днем, мне кажется, все больше и больше набирает оборот эта тема. Давайте вспомним 90-е или 2000-е, когда многие горожанки нас удивляли на улицах, да, эта красная помада яркая, там, синие тени. Я даже помню коричневую помаду, которую умудрялись еще сверху подводить черным карандашом. Такое тоже было. Вот сейчас стали меньше краситься или нет? Вот так? Так однозначно стали меньше краситься. Потому что есть примеры, есть куда посмотреть, на кого посмотреть. Опять же, благодаря интернету. И берут примеры те, которые уже преподаватели выкладывают в сеть. Это более сдержанные все-таки моменты, да, если мы говорим о коммерческих макияжах. Потому что есть фэшн-макияж, а есть коммерция, да, классика, это что-то традиционное. Но вот в традиционных макияжах присутствуют такие более благородные тона. Это сейчас либо кирпичные подтоны, вот они в моде с осени. Два года назад началась такая мода в винных оттенках, это цвет марсала. Но до Хабаровска только дошла. А, ну как обычно. Вот теперь кирпичные подтоны. Я не знаю, когда дойдут до Хабаровска именно эти тенденции. Но так как я обучалась буквально недавно, я привезла это с собой и практикую активно. Ну вот раз вы про цвета заговорили, вот, кстати, многие женщины или девушки, многие женщины или девушки, они выбирают тот же цвет теней, ну, по принципу, потому что нравится, да. И, к примеру, у неё сегодня красный костюм, а здесь голубые тени. Вот как правильно здесь выбрать? Ну вот вы как раз привели такой пример, который не должен никогда случаться. Не должен быть примером. Да, я про голубые тени. Голубые тени, они вообще никому не идут, никому. Я именно про голубой цвет, и именно в нанесении его вот так вот однородно. То есть, да, мы понимаем? Потому что есть пигментация разная, есть небольшие участки, которые можно немножечко приукрасить или добавить, да, там, для чего-то. Надо понимать, для чего мы это делаем. Для того, чтобы проявить макияж или для того, чтобы проявить особенности глаз, какие они красивые. Вот голубой оттенок, он почему не идёт? Потому что существует такой цветовой круг, знаете, да, вот этот, по цветам. И есть контрастирующие оттенки, есть дополняющие оттенки друг друга. Вот если, например, голубые глазки, то тени коричневых тонов всех будут эти глаза проявлять. То есть, глаза выйдут наружу, они будут более яркими казаться. А если у нас коричневые глаза, то все оттенки коричневых тонов будут хорошо сочетаться. Или глубокий синий, но не в однородном исполнении, а где-то акцент должен быть. То есть, цвет синий, это должен сочетаться ещё и с глазами как-то? Да, либо контрастировать, либо быть в одной цветовой гамме. Так, хорошо. Кроме голубого цвета. Это табу. Да, это табу. Тогда вот скажите мне, как профессионал, я правильно накрашена? Нет сейчас? Да, у вас очень красивая техника исполнения макияжа, такой кошачий взгляд. Вытягивание, стрелочка чуть-чуть растушёванная. Так, спасибо нашему гримеру, Ане Лопатиной. Она молодец, оценили. Но вы, кстати, между прочим, тоже необычно выглядите. Вы обладательница таких ярких волос, цвета волос. И мы обязательно покажем вашу подборку фото из вашего Инстаграма, где можно наглядно это всё посмотреть. Ну, это такой способ выделиться или просто экспериментируете? На самом деле для меня, вот если вы посмотрите Инстаграм, там цвета, все вариации синих оттенков, или фиолетовых, или таких глубоких, бирюзовых. Но это в любом случае что-то такое водное. Так как я рыба по гороскопу, для меня это водная стихия. Возможно, интуитивно я хочу привлечь в свою стихию, потому что мне комфортно. Вот красный бы цвет мне бы не пошёл. Почему? Потому что я сама огненная женщина, я всё время на адреналине, на позитиве, у меня много энергии. И красный цвет, этот цвет огня, он бы ещё больше меня делал, ну, такой, чересчур, скажем, да, чрезмерно энергично, или, возможно, даже уже бы это уходило в агрессию. Способом голубого цвета, мне кажется, я себя немножко уравновешиваю. Плюс ещё это горловая чакра, это чакра творчества, самовыражение через творчество, взаимоотношения с людьми. Ну, может быть, ещё это я привлекаю в свою жизнь. Но это ни в коем случае не для того, чтобы проявить какой-то этот момент, как это называется, когда мы вызываем общество, там идёт что-то такое. Ну, не призыв, не провоцирую, нет. Я уже далека от этого возраста, от дроссового, когда можно это делать. То есть вы для себя любимая, в общем? Всё, что связано с моим цветом волос, с моей одеждой, это для меня, для познания себя. Вы часто меняете образы? У меня каждый месяц новый цвет волос. Каждый месяц новая прическа, да. Я всегда что-то для себя новое примеряю. Ну, мне нравится. Я не могу так родиться и в одном... Мне жалко волосы красить каждый месяц. Как мне говорил первый мастер, который отрезал мне волосы, у меня тогда было... Мне было 18 лет, у меня волосы были длинные, ну, как обычно. И я пришла, чтобы сделать каре. Она сказала, не жалей, это же не зубы вырастут. На самом деле больше я не отращивала с тех пор. Давайте возвращаемся к макияжу. Вот, собственно, про тенденции поговорим. Что нужно на лице нарисовать, чтобы знающий человек сказал, да, это модно? Ну, мода это такая вещь, даже я не знаю, наверное... Ну, нарисовать для чего? Для того, чтобы пойти куда-то на торжество, день рождения фотосессии или для того, чтобы выложить это впоследствии в Инстаграме. А давайте вот разберем повседневный, допустим, макияж, вечерний макияж. Как должны сейчас... Что там сейчас модно? Ну, в повседневном, дневном, да, вы имеете в виду? Да, в дневной, да. Это такой макияж, который подчеркивает особенности и скрывает недостатки. Ну, недостатков нет ни у кого, правильно? Есть особенности. То есть нам нужно нанести так макияж аккуратно, чтобы уравновешить лицо. Например, есть разные типы лиц, квадратная, треугольная, да. А коррекция всем нужна или нет? Коррекция небольшая, нужна всем, однозначно. Даже в дневном макияже? Да, то есть бывает коррекция разная. Для фотосессий коррекция кремовыми средствами, которые потом сухими уже закрепляются. А для дневной носки это с сухими средствами коррекция. Она более нежная, более, ну, такая нейтральная. Но коррекция нужна всем. А что по поводу вечернего? Вечерний макияж? Ну, есть тоже разные техники и способы. Например, смоки айс. Он по-прежнему популярен? Да, это очень популярная техника и очень красивая, благодаря которой можно глаза, вот даже азиатского типа. Это же иллюзия, что смоки айс уменьшает глаза. На самом деле, правильное исполнение очень хорошо раскрывает взгляд, и глаз становится гораздо шире, больше и ярче. Так это мне, наверное, подойдет, да? Да. Давайте про визажистов еще. Их сейчас действительно немало. Вы учились у очень известного, это Агвара Аветисян. Да. Почему, собственно, эту профессию выбрали? Ой, ну это так интересно все. Смотрите. С чего все начиналось, давайте. Вообще, почему я поехала учиться именно к ней, именно в Москву? И почему нужно учиться, да, для того, чтобы делать макияж? Потому что я себя красила со школы, красила всегда красиво и интересно. Но это всегда было примерно одна-две техники максимум. Ну вот сколько женщина за свою жизнь может сама себя, какими способами красить? Ну вот она выучила вот так вот. Ну может быть, этого и достаточно, нет? Может быть и достаточно, но мне не было достаточно. А для того, чтобы красить других людей, однозначно нужно учиться. Потому что есть разные типы кожи, проблемная, непроблемная, с порами, без спор. И это все нужно перекрывать. Чем перекрывать? Есть очень большие линейки средств. Что выбирать? Методом опыта своего, бесконечного и покупок разных средств, но это очень долгий путь. Я выбрала очень быстрый путь, когда я у гуру, у мастера, у человека, который со своим огромным опытом и уже с образованием своим делится тем, что она уже выбрала. То есть это я просто беру у неё, её же опыт, перенимаю. Вот ещё такой момент, что люди работают с людьми. То есть это сфера обслуживания. В любом случае, мне кажется, что в сфере обслуживания нужно учиться людей обслуживать. Потому что женщины — это такая тонкая материя, нужно иметь подход. Если что-то не так, некорректно сказать, можно рану оставить на долгое время. Вредные клиенты? Вредных клиентов нет. Есть состояние, в котором они находятся. Если это важный день, какой-то свадебный, например, и девушка волнуется, мама волнуется, они все находятся в таком состоянии надрыва. Ну, возможно, бывает такое состояние, а возможно, нет. Ну, чаще попадаются клиенты, которые всё-таки волнуются. И они хотят, чтобы всё прошло хорошо. Конечно. И поэтому они могут вот это своё состояние немножечко выбрасывать в атмосферу как раз на людей, которые находятся рядом. Кто рядом в самый ответственный день у невесты? Визажист, стилист, человек во прическом. Смотрите, сейчас есть курсы, да, месяц, и ты визажист. И все получают дипломы. Вот эти самые дипломированные специалисты, они идут и до нас работают в салонах, или сами на себя начинают работать. Действительно можно за месяц научиться? Можно научиться за месяц, можно научиться основам, да, мы говорим сейчас про основу. Можно научиться чуть быстрее, смотря какой курс, потому что курс может быть разбит, например, понедельник, среда, пятница, тогда это будет месяц, два и три. Если курс сжат, если интенсив, когда с утра до вечера, то десяти дней хватает такого курса, чтобы понять основы. Основа это что? Это какие типы глаз, далеко посаженные, близко посаженные. Тут газовые какие-то знания. Глубина глаз, да, они выпуклые или впалые. Визажная века или века приспущенная. И все это отдается в базе. Потом, мне кажется, бесконечно можно все это дальше развивать через опыт, через общение с творческими людьми, через наблюдение, например, каких-то природных моментов, да, и брать оттуда вдохновение и пробовать на макияже что-то. Но это опять фэшн, это что-то такое некоммерческое, потому что в коммерции, конечно, люди не готовы на своем лице видеть что-то за гранью. Ну а что может сделать визажист, что сам клиент не сможет сделать? Например, предложить несколько вариантов макияжа. Если это стрелочка, мне кажется, для любой девушки или для большей части девушек стрелочка – это проблема. Потому что у нас два глаза, и у нас присутствует небольшая симметрия в лице. Если одну стрелочку мы можем сделать еще идеально сами себе, а глаз же все время моргает, и мы-то смотрим в зеркало, открытое-закрытое веко, то есть это немножечко сложно. То человек со стороны, визажист, мы можем закрыть глазки, и он сделает со всех сторон, все посмотрит, измерит и сделает правильные красивые стрелочки. А вот всем ли нужно к визажисту ходить? Или вот как говорите, бьюти-блогеры, да, если можно посмотреть все это в интернете? Можно посмотреть, конечно, и пробовать самой. Визажисту ходим мы в каких моментах? Когда это какое-то ответственное мероприятие, скорее всего, да? На данный момент, вот я говорю про Хабаровск, как это здесь выглядит. У женщины день рождения, или у девушки фотосессия, или она беременная, да, и идет она на какую-то тематическую фотосессию беременную. И хочется, чтобы в этот момент вокруг тебя люди старались и делали красиво. Потому что все можно делать самой. Мы можем и помыть посуду на день рождения сами, и все готовить. Но почему-то ходим в кафе и в рестораны, мы хотим расслабиться в этот момент, мы хотим получить внимание. И плюс люди, знающие, они могут сделать это чуть-чуть точнее, чуть-чуть красивее. Ну, сам себе можешь волноваться и наляпать, и пойти на фотосессию, которая у тебя, например, love story. Это же останется на всю жизнь. И фотографы красиво сделают, это одно. А визажист красиво сделает, это другое. И вот поэтому в паре чаще всего можно встретить фотографа плюс визажиста. Потому что бывает, визажист сделает не очень четко свою работу, или некорректно, или где-то не так красиво. А фотограф потом это все дело фотографирует и запечатляет. Поэтому фотографы сейчас даже выбирают визажиста для того, чтобы кому доверяешь, с тем в паре работать. Юль, ну действительно, вот ранее, да, с вами уже проговорили, то, что до Хабаровска так далеко все, долго так все доходит. Вот эти все новые тенденции, виние моды. Да, хоть и долго. Почему так? Есть же интернет, как говорите, да? Можно там подсмотреть. На самом деле я не знаю, с чем это связано. Возможно, в Хабаровске живут люди, которые не готовы резко переходить, менять какие-то свои привычные устои, тенденции. Возможно. Потому что я сама уже наслышана, что в Хабаровске немножечко спящий народ. Вот. Ну, рядом Владивосток, и все сравнивают, что Владивосток — это просто взрыв эмоциональный, а в Хабаровске такая энергия плавная, немножко такая замороженная. Возможно, с этим. Но по-другому я просто сама не знаю, потому что мы все видим интернет, и у нас есть примеры перед глазами. Можно идти, брать и делать. Ну, даже когда я начинаю делать макияж, я всегда проговариваю, что я хочу сделать, как нанести, с какими полутонами. Если это винный оттенок, то это никогда не яркий винный оттенок сам по себе. Это будет в полутоне, в дополнение еще с какими-то. И это будет интересно всегда и многогранно. Тогда, да, они соглашаются. Если я приду и скажу, так, давайте вам сделаем на глаза вот этот вот красный цвет. Ну, конечно, нет. Не дадут поэкспериментировать. То есть еще нужно подать, наверное, правильно. Юлия, спасибо вам за интересную и полезную беседу. Я желаю, чтобы люди были почаще все-таки готовы к экспериментам, а вы нам обязательно в этом поможете. Хорошо, спасибо вам. А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была Юлия Сабудинская, художник и модель. Еще раз спасибо, до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин